Вот такой красавец, который вещает от имени Министерства обороны, какой там фамилия этого придурка, заявил, что вечером 28 мая высокоточными крылатыми ракетами воздушного борезирования уничтожена крупная база горючего, средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены три украинских беспилотника, а в течение ночи оперативно-тактической авиации поражены 68 военных объектов в Украине. Помните, они уничтожили в свое время 98, что ли, тысяч, этот же мудак рассказывал, 98 тысяч боевиков в Сирии, а самое смешное, что данные, которые они же давали, что этих боевиков 30 тысяч, а уничтожили 98. Так что, ну, это, я говорю, и захватили 503 тысячи километров в сирийской территории, а и этой территории 180 там с чем-то тысяч, ну, меньше 200. Эх, артисты, блядь, жуть, конечно. И заявил Шогун, за две недели на Украине уничтожено 600 иностранных наемников, и 500 покинули эту страну. Это тех наемников, которые на стране России воевали, говорит, потому что, я так понимаю, только об этом он может иметь информацию. Как он может иметь информацию о тех наемниках, как он называет, которые, я так понимаю, добровольцы, которые на территории Украины, на стороне Украины. Что за глупость сидит там, щеки раздувает, мудак. У меня эта шога вообще очень смешная. Да, я всегда прикалывался над ним. Помните, когда в семнадцатом году он заявил, что в Сирии освободили... Ну, надо прямо сейчас погуглить, а то скажете, что я что-то придумал. Помните, он заявил, что в Сирии было освобождено 503 квадратных километра от этих боевиков. Российская армия освободила 503 тысячи квадратных километров в Сирии. А вся Сирия, блядь, меньше 200 тысяч квадратных километров. То есть, в два с половиной раза он увеличил сирийскую территорию. Тут шоги, да, блядь, там своем воспаленном Москве. Ну, как это, придут, причем он там с серьезным лицом это делает, так сидит, что-то там рассказывает, блядь, мудак, блядь, вообще жуткий. Вот просто хочешь подойти, вещать, да, даже вот безотносительно, что это враг, там, злодей и так далее. Просто мудак, понимаете? Мудак сидит, что-то рассказывает, блядь, какую-то ересь просто несет. За две недели на Украине, да, украинским войскам в поле спецоперации нанесен существенный урон, почти уничтожит военно-воздушные силы с тем, кто, мне кажется, это он про Россию рассказывает, да, потому что, ну, министр обороны должен про себя рассказывать, а не про тех, да, потому что про тех, что он может про них знать. Они их территорию пока не захватили, чтобы о них знать. Поставка оружия Украине Западом безответственной, ее бесконтрольная раздача населения наемникам может создать угроз для стран Европы. То есть он понимает, что сейчас раздали огромное количество оружия, и это оружие может обращено быть против этого Шойгу Путина уже на территории России. Вот этого они боятся больше всего. Понимаете, пока народ безоружный, они выгнали этих омонцев с дубинками, те будут долбыхать народ с цветочками, разбегаться. А когда выйдут те, кто с оружием, кто не выходит с цветочками, то дубинками с ним ничего не сделаешь. От автоматов очень вялые хамоновцы умеют стрелять, понимаете? Ну, не умеют они, ну, бывает такое. Блядь, дубинками хорошо молоть стал. Воюют с оружием плохо, блядь. Поэтому сыт эта Шойга очень сильно. Отслеживаем заявление лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты из системы ПВО на Украину в случае их реализации адекватно прореагируем. Адекватно прореагируем, знаете, как-то разбежимся. Разбежимся нахер. Ну, если будут самолеты и силы ПВО, ну, все, пиздец, все, больше ничего не осталось. У Шойгу и так самолетов нет. А если еще будут какие-то силы ПВО действовать, еще самолеты будут против действий, которые будут давить тех, кто на земле. То есть необходимо завоевать превосходство в воздухе. Хотя и у российских войск нет никого превосходства в воздухе. Понимаете, да? То есть необходимо завоевать превосходство в воздухе, просто уничтожить нахер всех. Вот сейчас жопу дарит. Ну, да, ведь Путин проигрывает. А они-то рассчитывали на то, что он захватит Украину в два дня. Им сказали, мы там пошли выполнять спецоперацию. Спецоперация оказалась по уничтожению путинской армии. Это вообще, конечно, очень симптоматично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok